Привет, друзья! Для начала новости кино. Не так давно в интернете появился скан газеты, в которой тогда юный, а ныне шибко известный украинский телебизнесмен Дмитрий Гордон в апреле 90-го года берет у Виктора интервью. Цой отказывал интервью всем. Его бесили одинаковые вопросы от совершенно незаинтересованных одинаковых журналистов местных газет, которых какой-то начальник послал сделать заметку. Чтобы получить внимание звезды, Дмитрию Гордону пришлось преодолеть препятствия. Он попросил директора Киев-концерта попросить шпица, чтобы тот попросил Витю, и тот благосклонно дал бы ему интервью. Дмитрия Гордона Виктор встретил в своей гримерке с лежащими на столе ногами. Вообще, Америка оставляет неизгладимый след в поведении человека, и особенно такая приветливая и дышащая любовью Америка, какую показала ему Джана Стингри. Я тоже, например, не реагировал, когда ноги Виктора случайно оказывались на мне. И вот в той газете Дмитрию удалось раскрутить Виктора на такой синхрон, в котором он благосклонно отзывается о такой популярной в то время группе, как «Ласковая майя» и ее социологическому феномену. Что подтверждает мои слова о том, что Цой поглядывал, поглядывал на молодых. А еще я подписался на отличный канал, на котором учат играть песни кино. Минусовки для барабанщиков, басистов, гитаристов. В общем, сказочный рай для всех киноманов, кто взял в руки гитары. Однако есть момент, прерывающий романтизм нашего повествования. Потому что иногда можно научиться играть и петь песни кино так, что фиг отличишь от оригинала. Вдобавок, все, кто взяли руки гитары, могут, не приведи Господь, взять в руки оркестры. И тогда развергнется небесная сфера, и прозвучит гром вездесущего, и раздастся глаз Бога истинного в лице Игоря Вдовина, выдающегося деятеля искусств. Автора оркестровых партитур, симфонического кино. И тогда они поздоровятся всем. Опасность группы кино в том, что каждое животное, берущее в руки гитару, тут же начинает играть, давать концерты, еще какие-то вот эти упыри с оркестрами начинают что-то делать, какие-то вот эти вот самозванцы. Это все довольно погано. Мощно ли заглянули? Мощно заглянули. Вам вообще не нравятся, да, все эти самозванцы? Ну, блин, скоты вообще. Скоты вообще. И те, кто были с ними, покатятся в тартарары, как оно случилось с фирмой «Морозрекорд», которая разрешила оркестрам топить за печаль. Права были отобраны и перенаправлены к другому агрегатору, не разрешающему никому и ничего. А зачем разрешать тем, кто нашел у себя копию на 38, сделанную в 88 году, выпускать винил с этой копии, когда Игорь Вдовин уже пересвел песни из группы «Крови» заново, дописав качественных гитар и сделав, ну, по-настоящему бескомпромиссный звук? Вы же пока еще могли бы заказать группу «Крови» с моим автографом от машины «Рекордс», пока я еще на этом диске имею право поставить свой автограф. В 84 году мне исполнилось 20 лет. И я пригласил Варешу с Виктором на свой день рождения. «Леша, ты не будешь против, если мы захватим с собой нашего гитаристика Юрика?» И вот этот вот уничтожительно-ласкательный тон из уст Марьяна меня все время бесил. Как по отношению к Вите, так и по отношению к его музыкантам, которых я любил по-юношески и безраздельно. В тот день, 18 сентября 84 года, папа приготовил нам множество яств, накрыл стул, и я сказал тост, в котором описал, как дико люблю я группу кино, и в любых проявлениях, в любом составе, что готов трудиться на благо Отечества, и рано или поздно я запишу когда-нибудь лучший альбом кино. Звучало это крайне наивно. Все заулыбались, выпили, рассмеялись, и мы продолжили нашу гастрономию. Никто же из нас не мог предположить, что именно так оно и будет всего через 4 года, и что за это время, записав «Это не любовь», я сведу группу крови, а Витя станет планетарной суперзвездой. Но обо всем по порядку. Зимой 1984 года ко мне приехал московский писатель Миша Баюканский. Он налаживал связь между Ленинградом и Москвой по части распространения записей на всю страну. Записи я привозил ему лично, отправлял с поездом или с проводником. Денег у него никогда не было. Он снимал квартиру в Зеленограде, где у него стояли несколько бобинников. И взамен мне Миша поставлял магнитную ленту для домашних опытов. Одна из километровых лент оказалась практически новой. Склеена из трех одинаковых кусков БАСФА СПР-50. Ярко-желтого цвета. Этот километр меня так заворожил своей солнечной красотой, что я берег его для специального случая. Весной 1985 года этот случай настал. Я привез драм-машину из Москвы. И слух о новой диковинке мгновенно прошла по всей Руси Великой. По крайней мере, именно тогда мне позвонила Марьяна Цой и попросила, жалуясь на Тропиллу, который не дает времени для сведения альбома «Ночь», а новые песни у Вити уже стоят, выгорают, и, дескать, не мог бы ты по-быстрому альбомчик нам писануть. Ну что, было слово, стало дело. Борис Гребенщиков с Александром Ляпиным помогли мне притащить от Тропилла два тяжеленных магнитофона «Тембр» и его динокордовский ревербератор. Слава Егоров привез пульт электроника. Гитара у меня была электрическая, ирис, микрофон и телефонкин ЭАКГ-Ц-12. Когда было все готово, все включено, я раскрутил свои километры на катушке и позвал музыкантов. Юрий Каспарян пришел с гитарой Музима. Витя с акустикой. Но тогда Витя попробовал мою гитару и услышал, как она звучит вкупе со звуком медиатора, попадающим в голосовой микрофон. Он влюбился сразу в мою гитару и записал альбом почти весь на этой гитаре, за исключением, по-моему, песни Саши и еще чего-то. Саше я предложил по приколу записать акустику в обратной... Путин, не лезь туда. Саше я предложил по приколу записать акустику в обратной цифровке, проигрывая потом болванку задом наперед. Барабанный рисунок мы программировали вместе с Юрой Каспаряном, а конечное наложение делали на тот солнечный километр желтого баса, когда пришел Александр Титов накладывать бас. Продуманная игра Саши Титова восхищала всех, и его партии принимались практически с первого дубля. И буквально за один день мы на болванке наложили дополнительные гитары, голоса, орган и бас одномоментно в один день. Настроение у всех участников было выше среднего. Особенно доставляло приятное количество высоких частот, потому что в предыдущем альбоме начальника Камчатки высоких частот не было вообще. Тропилла ненавидел высокие частоты. Он не раз обзывал меня глухим, когда я говорил ему, что в начальнике Камчатки высоких нет. Ты глухая, Вишня, ты их не слышишь просто, вот и все. Но действительно уже вторая копия с кассеты на кассету превращала музыку начальника Камчатки в полнейшую труху. Там ничего не было слышно за шипом, потому что высоких не было. И это не любовь по сравнению с начальником Камчатки. Она казалась, что она звучит намного качественнее по частотам. Одновременно с кино, буквально в утреннюю смену, приходили Слава и Город и Селыч Яковлевич Гайкин. Они писали альбомы «Народное тело». Свой проект они назвали «Акустическая комиссия». По этому альбому, песня «Черная река» из него, на протяжении 30 лет мне задают вопросы, принимая славян голос за то за Цоя, то за Бэгвей. Потому что звучит акустическая гитара, Севина гитара, Севина виолончель и аккарины. Действительно, чем не аквариум? Цоя однажды встретил их на пересменке и попросил Севу Гайкина сыграть на виолончели в песне «Саша». Потом Тропилла выделил время, позвал Цоя сводить ночь, и были у них с Виктором жесткие терки по поводу высоких частот. И он показывал ему это, говорит, вот это не любовь дома записана, вот такая так звучит, а у тебя вон так звучит. И Тропилла, дескать, говорит, «Вишня глухой, на это не любовь высоких с избытком, а в начальнике Камчатки в самый раз». Но Витя был непреклонен. И Тропилла уже, вероятно, в паре злости, выкрутил высокие так, что на оригинале ночь они занимали собой весь динамический диапазон, не давая никаких шансов быть услышанным бочке и басу. Но так устроена звукозапись. Частот должно быть одинаково. У меня несколько недель лежало оригинал альбома «Ночь», и там действительно в нескольких местах по высоким был явный передёрт, прямо с искажениями. В общем, после записи кино эта мне любовь буквально повалил. Ко мне заехала Олеся Троянская. Её привёз Шаталин Андрей из «Алисы». Она спела мне песню «Враги, враги, враги», а потом камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич. И я при живом папе, в общем, не осмелился её записывать. Хотя, конечно, надо было. Чё говорить. Приезжал Юра Орлов с саксофоном из «Николая Коперника», от «Тряскин Андрея» из «Джунглей», Валера Аллахова из «Новых композиторов», Борис Гребенчаков с нагрудным Глебом приезжали послушать «Это не любовь» и записать с оригинала копию, сделать себе. По ночам меня навещала группа «Алиса» в полном составе. Кондратенко, Задерий, Петя, Самуэлов, Кинчев. Они находились в процессе записи альбома «Энергия» как раз. Но у меня стояли подключённые микрофоны, магнитофоны, и было бы удивительно, если бы с «Алисой» мы не попробовали что-то записать. Потом я уволился из «Стражей» и пошёл звукооператором в ЛДМ. Работал я в большом концертном зале, обслуживал молодых артистов, прогонявших новые свои песни вдали от Москвы, в Петербурге, в Ленинграде. Пели артисты почти всегда под полную фонограмму, и я делал копию этого дела на 38, и собирал по одной для Миши Боевканского. «Дубинин из Арии», «Максимов, день рождения твой, на праздник похож», «Игорь Коднелюк, возвращайся, я всё прощу». Все приходили петь в БКЗ, ЛДН, приносили фонограммы и минусовки, и сразу же всё это попадало к московским пиратам. Музыкантам это служило большим пиаром, так как это заменяло собой фактически телеэфиры, что их песни попадали в списки всех ларьков, и студии звукозаписи огромной страны, что помогло им несметно обогатиться в будущем. Точно такую же процедуру ожидал любой альбом и любая песня, записанная на иншиве. Неизмерно это обретало гласность, получало аудиторию. Потом Миша подарил мне свой магнитофон, переделанный на 38-ю скорость, маяк-101. Мы поехали с ним с рикошетом. Постой у себя с Аней в доме на Курьих Ножках, на Парковой улице, нам предложил Костя Кинчев, и поэтому он тоже поехал с нами. В купе мы въехали втроем, так как четвертый пассажир, лишь бросив на нас краткий взгляд, немедленно ретировался и ушел в другое купе. Друзья выпивали, ничем не закусывая. Где-то между Ленинградом и Балагим они стали орать в полный голос пьяные песни. Проводник вызвал ментов. Те пытались их забрать в Балагом, но их было просто не добудиться. Я алкоголь старался не употреблять, был треск. И замолился перед ментами, размахивая красным пропуском ЛДМ, на красной корочке которого золотыми буквами было вытеснено ОКВЛКСМ. Дескать, везу золотую молодежь родителям домой, они уже спят, а там их родители важные встречают, и мне кирдык, если я их не довезу. Время стоянки заканчивалось, и милиция махнула на нас рукой. Очень надо им спящих выковыривать из купе. По приезду Кинчев приехал домой, ждать нас, пока мы сядем на электричку, приедем в Зеленоград, возьмем Мишу магнитофон, в Москве сдадим его в камеру хранения, потом поедем в гости к Жарикову и приедем на Парковую ночевать. Я уже бывал ранее у Кости. Приезжал к Нине Трубецковой с Сашей Волковым ночевать после домашних концертов тоже на Парковую улицу, неподалеку. К нам приезжал Жариков, мы позвонили Косте Кинчеву, и все толпой заварились в гости. Потом приехал Саша Пашлачев, и мы, пуская по кругу гитару, играли свои песни всю ночь. Саша Волков фотографировал и сделал несколько снимков. Чем там все закончилось, как разрулилось, на чем сердце успокоилось, я не помню. А когда вспомню, обязательно расскажу. До встречи, друзья! Я хочу владеть тобой всецело, обнимать твое большое тело, целовать твои тугие губы. Я желаю, я хочу тебя. По небу рассыпаны алмазы, где-то совершаются экстазы. Я хочу иметь на это право. Я желаю, я хочу тебя. Я хочу иметь с тобою дело, Мне плевать на жирные тела. Ты сегодня песенку мне спела, Песенка твоя любви полна. Песенка твоя любви полна. Спасибо, друзья! Песенку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...